Хорошо. Так, ты здесь по праздникам? Зачем ты здесь? На самом деле, я здесь занимаюсь христианским миссионерством. А, понятно. Да, мы с другом просто ходим здесь. Какой конфессии ты принадлежишь, если ты не против? Я протестант. Так что технически в Соединённых Штатах мы называем это деноминацией. То есть большинство христиан протестанты? Да, понятно. Ну, это не совсем правда. Там также есть много католиков. Есть много католиков. Что ты думаешь, там больше католиков или протестантов? Да, в США определённо больше протестантов. Это как в Ирландии. Извини, я говорю в Ирландии. Я не уверен. В Ирландии больше католиков. А в Британии, я имею в виду, в Англии. Больше протестантов. Да. Так, ты веришь, что Иисус Бог? Да, я верю, да-да. То есть ты веришь, что Он был Богом, а затем Он стал младенцем? Да, я верю, что Он стал плотью. Да. Ты серьёзно? Будьте... Ладно. Каково определение Бога? Прости? Определи Бога. Я не думаю, что Бога можно определить. Я верю, что очевидно... Привет всем. Да, привет всем. Я верю в Святую Тройцу, так что Бог один. Создатель. Да, Отец, Сын и Святой Дух. Я имею в виду... Смотри, давайте согласимся на определение Бога. Бог-Создатель. Да, абсолютно. Ты согласен с этим? У Бога нет начала и нет конца. Ты согласен с этим? Да, несомненно. Бог самодостаточен. Да, Он самодостаточен. Он не нуждается ни в ком, но все нуждаются в Нём. Хорошо? Так что, рассуждая логически, если мы согласны с тем, что Бог творец, тем самым мы опровергаем, что Он был сотворён. Он не сотворён, потому что у Него нет начала. Но Он сам творец. Так что ты опровергаешь это правильно. Прости, можно ещё раз? Ты опровергаешь, что Бог был сотворён? Нет, я верю, что Бог является Создателем, поэтому Он не создан. Поэтому я верю, и я думаю, что это классическое ортодоксальное христианство. И это в Евангелии, что Бог не сотворённый. Бог пришёл жить на Землю как человек, и мы верим, что Он на 100% Бог и на 100% человек. Да, мы придём к этому. Но сейчас, когда мы говорим, что Бог самодостаточен, это всегда или иногда? Всё время. То есть всё время. Это Его божественная природа. Он ни в чём не нуждается. Нет. Поэтому, когда Он стал младенцем, природа младенца — нуждаться в людях. Так что ты сказал мне, что Бог самодостаточен всё время. Он не нуждается ни в ком. И в то же время ты сказал, что Бог стал младенцем, плотью. По определению, это называется парадокс. Да, это парадокс. Это всё равно, что я говорю тебе, что Бог, у которого нет ни начала, ни конца. Возможно ли, что Бог, у которого нет начала, быть тем же самым, у которого есть начало? Я думаю, то, что ты говоришь, хотя, опять же, это то, во что мы верим. Бог не всегда был, но Он стал человеком вопреки этому. Он не на 50% Бог и на 50% человек. Я верю, что Он на 100% Бог. Но это тоже парадокс. Потому что 100% человек означает, что когда Бог становится человеком, Он должен потерять свои божественные атрибуты, чтобы стать человеком. А если Он не потеряет божественные атрибуты, Он никогда не станет человеком. Потому что, чтобы стать человеком, ты должен стать человеческим существом. А человек, по определению, не может обладать божественными атрибутами. Точно так же Бог не может обладать человеческими атрибутами, как сотворённый. Поэтому мой вопрос был к себе. И это аят в Коране для размышления. Это сильный аят. Это Аллах сказал об Иисусе и его матери Марии. Он сказал, «Кяна я куляни туан». Они оба употребляли пищу. Почему Аллах упомянул это? Потому что это противоречит естеству самодостаточного. Потому что если кто-то нуждается в пище, ему нужна еда, чтобы выжить. А это не природа всемогущего, кто всё время самодостаточен, у которого нет ни начала, ни конца, кто всё время совершенен. То есть ты говоришь мне, что Бог, который совершенен всё время, стал несовершенным? Это то, что ты говоришь. Ладно, мы верим, что... Ты ведь веришь в грех, верно? У всех у вас тоже... Вы все называете это грехом или правонарушением. Я предполагаю, ты мусульманин. Ты исламской верой или другой? Как ты думаешь? Конечно, я мусульманин. Я только что цитировал тебе Коран. Да-да, я мусульманин. Да, мы верим в грех, но мы не верим, что мы родились грехами. Нет, мы верим, что люди рождены безгрешными. Безгрешными? Да. То есть они уже позже выбрали грешить? Да, Аллах дал нам способность выбирать, грешить или не грешить. Так ты веришь, что ты грешен? Это другое дело. Потому что с точки зрения ислама, мне не разрешено разоблачать. Мне не разрешено никому рассказывать свои грехи. По исламу, если я совершил грех, мне не нужно говорить тебе, моему отцу или матери. Но то, что я должен сделать, это покаяться перед Создателем и совершать праведные деяния. Но если я обидел другого человека, я должен пойти и попросить прощения у него. Условия раскаяния. Говоря по исламу, я должен пойти и извиниться перед ним. Смотри, я раскаиваюсь перед Аллахом. Но есть другие условия. Потому что я обидел человека. Потому что я обидел его. Я отнесся несправедливо к нему. Я должен извиниться перед ним. Ты понял? А что касается Судного дня. Ты веришь в Судный день, верно? Да, мы верим. Но со всем уважением ты переводишь тему. Ладно, только пара вопросов. Но перед этим ты должен согласиться со мной. Потому что, знаешь, я показываю тебе, смотри, есть ли основы. Напомни твое имя. Стивен. Стивен. Мое имя Шамсе, чтобы ты тоже помнил. Стивен, я говорю, если тебе трудно понять основу, потому что она не имеет никакого смысла, я со всем уважением. Смотри, чем разумно отличается ислам от любого другого образа жизни? Ислам соответствует нашим универсальным знаниям. Что я имею в виду под универсальными знаниями? Универсальные знания – это то, чем обладает каждый человек. Каждый человек знает, что это нелогично и рационально, и невозможно быть совершенным всё время. Но, да слушай до конца. Невозможно для кого-то быть совершенным всё время и в то же время быть несовершенным. Ты согласен с этим? Это не имеет никакого смысла. Да, но я думаю, что ты имеешь в виду под несовершенным. И снова, я не думаю, что Иисус был несовершенным. Ведь это грех думать подобное о всемогущем Боге. Нуждался ли Иисус в своей матери, чтобы выжить? Да, конечно. Нуждается ли Бог в людях? Да, в его человеческом виде. Конечно, он нуждается в чем-то. Нет, я говорю «Бог, Бог». Нуждается ли Бог в людях? Нуждается ли Бог в людях? Да, нуждается ли Бог в людях, чтобы выжить? Нет, всемогущий Бог показывает, и опять же, я не слишком знаком с исламом. Так что прости меня. Да-да, нет проблем. Я думаю, что это надежда, которую я нахожу в евангельском Боге. Он не тот, кто находится там наверху и смотрит на мир сверху вниз, и просто думает «О, плевать на них». Мы верим в Бога, который спустился и на самом деле жил среди нас, и присоединился к нам в нашей боли, в настоящей человеческой боли. И ходил как человек и отдал себя на распятие за наши грехи. Альхамдулиллях. Мы не верим в подобного Бога. По исламу мы верим, что Аллах – Бог всего. Но Он очень далек от нас. Нет-нет, это не так. Аллах сказал в Коране. Знаешь, что Аллах сказал? «Инна Аллаха кариба мин аль-мухсанин». Аллах очень близок к праведникам. Аллах близок ко всем людям с Его знанием, милостью и прощением. И если ты совершишь грех, Аллаху не нужно никого убивать. Но Аллах прощает грехи, потому что Он может прощать грехи. Потому что что такое милосердие? Милосердие – это… То есть Он может прощать грехи, но Он не прощает все. Нет, Аллах прощает все грехи. То есть все будут на небесах? Нет-нет-нет, но есть условия для этого. Значит, Аллах любит всех, Он заботится обо всех? Он заботится обо всех. Поэтому даже люди, которые не верят в Аллаха, Аллах все равно. То есть Он может прощать, но… Да слушай до конца. Позволь мне ответить. Аллах прощает всех, но с условием, если они просят прощения. Если человек не ищет прощения, он поклоняется идолам, он язычник, он последователь сатаны и не хочет просить прощения, не вини Аллаха, не вини Творца. Я имею в виду, когда я говорю, Аллах любит всех, Аллах любит добро для всех. Аллах проявляет милосердие ко всем, даже к атеистам. Но я хочу сказать, ты говоришь, что твой Бог стал несовершенным. Он стал человеком, но человек совершенный или несовершенный. Ты говорил о парадоксе. Я думаю, то, о чем ты говоришь, является парадоксом. И это вопрос-ловушка. Это не так. Здесь все ясно. Есть много то, чего мы не знаем о Боге, чего мы не можем понять. Я думаю, что если мы сможем логически систематизировать все о Боге, ваш Бог может быть слишком маленьким, и он может быть слишком рукотворным. Смотри, что мы здесь делаем, Стив? Мы не говорим о чем-то, чего мы не знаем о Боге. Но мы говорим о том, что мы знаем о Боге. Мы используем те знания, которые Бог дал нам через Его Писание. И используем это знание о Нём против любого утверждения. Ты и я, мы знаем, что Бог совершенен всё время. Поэтому теперь, если ты скажешь мне, что Бог, который сказал, что Он совершенен всё время, и в то же время Он становится ребёнком, по определению это парадокс, это противоречие. Я не спрашиваю тебя, как выглядит Бог, потому что это выше наших сил. Мы не знаем, как Он выглядит. Ты говоришь, что младенец нуждается в матери. Нет, не мать. Младенец — это человек, а Бог — не человек. Бог стал человеком. Да, но люди созданы или нет? Да. Бог создан. Нет, Бог не был создан. Он не создан. Но Бог принял человеческий облик. Именно поэтому Он говорит в послании к филиппийцам, что добровольно Он лишился всего и принял образ. То есть Он отказался. Не отказался. Но это зависит от перевода. Мы верим, что Он принял образ. Христиане верят, что Он, приняв образ, стал по виду человеком. Это не значит, что Он стал менее Богом. И это то, во что верят ортодоксы. Что значит «принял образ»? Все они верили, что Он стал человеком? Нет, не все из них. Не все они. Потому что я изучал христианство. Не все из них. Кто не верил в это? Я скажу тебе, кто. К примеру, назрианцы. Ортодоксальные христиане. Опять же, кто будет определять, кто является ортодоксальным? Назрианцы не согласятся с тобой. Назрианцы? Да, первая секта христианства, первые последователи Иисуса, не согласны с тем, во что ты веришь об Иисусе. Но перед этим, до этого ты сказал, что Бог отказался от... Я объясню тебе это. Нет, нет, подожди. Мы перейдем к этому. Ты сказал, что Бог отказался от своих атрибутов. Нет, не используй неправильные мои слова. Нет, я спрашиваю тебя. Да, приведи ссылку. Я не хочу пропустить цитату, и я расскажу вам, что такое историческое православное христианство. Хорошо? Оно говорит, что у него такое же мышление, как у Иисуса Христа. Прочитай отрывок. Просто прочитай его. Да, я объясню. Он говорит, будь как Иисус, хотя по своей природе он был Богом, но он не держался за равенство с Богом. То, о чем здесь говорит Павел, это другие люди, в основном люди, пытающиеся сказать, что они лучше других, и они не любят друг друга. И поэтому он указывает на Бога, на Иисуса, который сошел и служил, потому что Бог служил вам, служите другим. Он добровольно лишился всего, приняв природу раба и человеком родившись. Он был во всем человеку подобен. Да, это может звучать как парадокс, но есть вещи о Боге. Нет, это не может звучать. Это и есть парадокс. Опять же, как ты определишь это слово? Ладно, это не наша тема. Парадокс — это когда ты говоришь, что что-то существует, и в то же время его не существует. Парадокс — это когда ты пытаешься сказать что-то противоречащее друг другу. И теперь, когда ты говоришь, что Бог стал человеком, хорошо, по определению человек, и особенно ребенок, маленький младенец, которому меняют подгузники, которого кормят грудью, ты говоришь мне, что всемогущий Бог стал таким? Он стал человеком. Но ведь сначала он стал младенцем. Да, так что он стал младенцем. И в то же время ты в глубине души веришь, что этот младенец был Богом, который был совершенен все время? Да. Пусть Аллах поможет тебе. Позаботься о себе, Стив. В глубине души ты знаешь, что это неправда. Я клянусь Аллахом, когда ты пойдешь домой, в глубине души ты подумаешь, подожди минутку, всемогущий Бог — создатель всего, могущественный, величайший, сильнейший, несотворенный, у которого нет ни начала, ни конца, становится ребенком, которому меняют подгузники. Я буду в это верить. Упаси Аллах. Этот всемогущий Бог спустился, как человек и стал младенцем, чтобы спасти вас. Ладно. До этого, прежде чем он стал младенцем, спасал ли он людей до этого? Да, спасение. Так что ему не нужно становиться младенцем, чтобы спасти людей. Он сделал это, он сделал это. Послушай внимательно. До того, как он стал младенцем, в соответствии с твоей верой, что не имеет никакого смысла. Прежде чем он стал младенцем, согласно Библии, если ты обратишься к Ветхому Завету, тебе не нужно верить, что Бог становится младенцем. Пока ты совершаешь праведные деяния и не каешься перед Богом. Этого достаточно. Куда ты уходишь? Куда ты уходишь? Я не... Ладно, смотри. Ветхий Завет ясно учит тебя, что если ты покаешься Богу и прекратишь совершать грехи, тогда Бог спасет тебя и простит. Поэтому этот аргумент, что Бог стал человеком, чтобы спасти нас, полностью ошибочен. Раньше он никогда этого не делал. Этого никогда не было. Отец никогда не становился младенцем, согласно твоей вере. Но это Иисус был младенцем. И согласно Иисусу, кто является истинным Богом? Согласно Иисусу, не согласно тебе или твоему священнику в церкви. Согласно Иисусу, кто является истинным Богом? Мы верим, что Иисус считал себя истинным Богом. Так что... Ладно. Согласно Иисусу, Иисус сказал, что единственный истинный Бог — это Отец. Ты сказал, что Иисус верил, что Он был истинным Богом. Но Иисус сказал, что единственный истинный Бог — это Отец. Поэтому если Он сказал, что это Отец, позволь мне спросить тебя, Иисус — это Отец или Сын? Кто Он? Иисус — это Сын. Он не Отец, не так ли? Да, Он не Отец. Поэтому, когда Иисус сказал, что единственный истинный Бог — это Отец, здесь Он не говорит о себе, потому что Он уже заявил нам, что Он не Отец. Поэтому кому мы должны верить? Иисусу, который сказал, что единственный истинный Бог — это Отец, или тебе, то говорит, что Иисус — это истинный Бог. Могу я возразить этому пункту? Во-первых, я не совсем уверен насчет этого стиха. Я думаю, что это в Иоанне. И это может быть вырвано из контекста. Нет, это не вырвано из контекста. Я покажу тебе. В Иоанне и также в Исходе 3.14 Бог сказал, что его имя Яхве, прежде чем он сказал Ахве, что означает «я». Он сказал, что это его имя в Иоанне 8.52 и 54. Ты не отвечаешь на мой вопрос, Стив. Иисус сказал, что единственный истинный Бог — это Отец. Ты согласен с этим? Покажи мне стих, покажи мне стих. Опять же, это в контексте. Я прочитаю тебе контекст, я прочитаю контекст. Я покажу тебя. Да, и даже если подумать рационально, Знаешь, тебе очень сложно объяснить, но я скажу тебе кое-что, смотри. Я попытаюсь тебе объяснить по-простому. Аллах говорит в Коране, «Куль ху Аллаху ахад». Скажи, Он Аллах единый. Прости? Единый. Он только один, уникальный. Аллаху самодостаточный. Он ни в ком не нуждается, но все мы нуждаемся в Нём. Лям я лиду, а лям я у лад. Он не родил и не был рождён. Никто не родил Его, и Он не родился, и Он не рожает никого. И нет ничего подобного Ему. Он творец, мы творения. Нет ничего подобного Ему. Это ясное описание Творца в Коране. И любой может понять это. Человек, который учится в университете, может понять это. Пастух на ферме может понять это. Ребёнок может понять это. Но ты приходишь ко мне с твоей верой и говоришь, что Бог совершенен, и в то же время Он несовершенный человек, Он младенец, которому меняют подгузники. Отец — это Бог, Сын — это Бог, но есть только один Бог. Но Святой Дух — это Бог. Сын говорит, истинный Бог — это Отец. Иисус — это Бог, но Он не знает часа. Ты не можешь объяснить это. Смотри, приходи к исламу. Он имеет смысл. Здравый смысл. Я покажу тебе, Иисус сказал, что единственный истинный Бог — это Отец. Я думаю, что вы все исламской веры, правильно? Это просто вопрос, который у меня есть. Я действительно хотел бы узнать. Да, но ты можешь говорить со мной, не обязательно говорить с людьми вокруг. Могу я? Только пару вопросов, пожалуйста. Можешь спрашивать меня без проблем. Что в исламе даёт вам надежду? Знаете, когда вы просыпаетесь каждый день... Я знаю, как христианин, у меня есть надежда, что Иисус любит меня, и что Он пришёл умереть за меня. И я хожу с Ним каждый день, когда... Что ты делаешь? Ты ходишь с Ним? Нет, серьёзно, как будто... Показать тебе слова Иисуса в Иоанне. Что в исламе даёт вам надежду? Аллах даёт нам надежду. Ладно, кто даёт надежду Иисусу? Прости, кто даёт надежду Иисусу? Это Отец, абсолютно. Ты надеешься на Иисуса, но Иисус надеется на Отца. И мы надеемся на Того, Кого ты называешь Отцом. Мы следуем за Иисусом, а ты не следуешь за Иисусом. Иисус, у Него была надежда на Отца. У тебя надежда и на Иисуса. У всех нас, мусульман, надежда на Того, Кого ты называешь Отец. Ладно, ещё. Так что, кто последователь Иисуса? Это мы. Ладно, это имеет смысл, я понял. В последний день, в судный день, у вас есть уверенность и убеждённость в том, что Аллах, Которому вы поклоняетесь, примет вас в своё царство в последний день? Да, но по его милости, великодушию. То есть это гарантированно? Да, мусульманам гарантирован рай. Аллах сказал в Коране, что мусульмане войдут в рай и будут удостоены этой чести. Сейчас, Иоанн, Иоанн, ты хочешь увидеть стих? Ещё одна вещь, спасибо. Я думаю, и снова, моя надежда, моя надежда на Иисуса. Но последний день это самая важная вещь. И поэтому, какое бы решение вы не приняли, просто знайте, что у вас есть действительно веская причина. И это может быть это. Если вы действительно считаете, что у вас действительно веская причина отвергнуть Иисуса, и вы знаете, посмотрите сами, что сказал Иисус. И тогда решите. А не следуй за Иисусом. Это ты не следуешь за Иисусом? У Иисуса была надежда на Отца. У нас есть надежда на Того, Кого ты называешь Отцом. Доброго вам дня. А что насчёт Иоанна? Иоанн. Мне действительно нужно идти, а прочитать стих из Иоанна. А что насчёт Иоанна? Иоанн. В любом случае, я прочитаю его людям. Иоанна 17, 3. Это и есть жизнь вечная. Чтобы они знали Тебя, Отца, единственного истинного Бога, Иисуса Христа, посланного Тобою. Знаете, Субханаллах, он знает, что эта правда вредит ему. Так что он сделал? Он ушёл. И мы просим Аллаха, чтобы он направил его. Смотрите, Субханаллах, я упоминал это раньше. Никто не может отвергнуть Ислам разумом, потому что Ислам соответствует нашим здравым рассуждениям и нашим естественным склонностям. Люди отвергают Ислам по двум причинам. Либо это психологический фактор. Это означает, что он либо слишком высокомерен, чтобы принять истину, или он смотрит с высока на пророка Мухаммада, потому что он был родом с арабского полуострова, и он думает, что он из западного мира, он лучше. Это один из факторов. Либо он лидер людей, и он не хочет терять положение. И второе, как это называют? Социальный фактор. Что означает социальный фактор? Он означает, что если он примет истину, что с ним случится? Его семья пойдёт против него. Так что это мешает ему. Но когда кому-то делают да'ват, он говорит, что это имеет смысл. Я верю в истину. Но почему тогда ты не принимаешь её? Но он никогда не скажет разумом, что это не имеет смысла. Альхамдуллиллях. Он просто убежал, Субханаллах. Пусть Аллах наставит его.